Вам с камерами сюда нельзя отключить камеру. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь режимный кабинет, не с камерами. Здесь кабинет предназначен для работы с секретными документами. У нас нет отдельных документов. Я понял, ну, секретных документов, как вы видите, они у вас где-то спрятаны, я их здесь нигде не вижу. Колхоз, правда, известен вам? Да. Объедков известен? Да. Вот по нему у нас вопросы. По информации по нашей, Объедков сказал людям, что прокуратура у него в кармане. Поэтому мы, раз прокуратура в кармане, пришли к вам сюда и поинтересоваться. Вы в кармане у него, Объедкова, нет? БЭП усмотрел признаки преступления по 201-й. Теперь у нас нас принимал на Инкер, по-моему, им фамилию. Ну, он же не работает. У меня уже из того коллектива, да, с коллективом. Ну, очень надеемся на вашу порядочность, так скажем, и законность. Так, у нас прокуратура Терновского района. Заходим, дверку открываем. Проходим, проходим. Здравствуйте. А как бы к нам, прокурору, попасть? Почему с камерами сюда нельзя? Включите камеры. Нельзя сюда с камерами? А, да, включите, да. А почему сюда нельзя с камерами? Потому что... Антон, подержи вот эту камеру. Давай-ка я сейчас... Мне надо масочку одеть. Включайте камеры. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь режимный кабинет, без камерами. Да я хотел бы поинтересоваться. Вы нас примете? Конечно. У вас есть сегодня прием какой-нибудь там? Скажите, вы сейчас принимаете человека, да? Да. Через сколько примерно по времени нам ожидать? Одну минуту. Одну минуту. Хорошо, мы вас подождем. Мы пришли сюда не конфликты устраивать, поэтому, я думаю, никто не будет против съемки. Здесь режимный кабинет. Выключите, пожалуйста. Режимный кабинет? Да. Здесь... Это как? Я просто такого термина просто не знаю. Здесь кабинет предназначен для работы с секретным документом. У нас нет отдельных документов. Я понял. Ну, секретных документов, как вы видите, они у вас где-то спрятаны. Я здесь нигде не вижу. Поэтому мы сейчас выйдем, подождем, вы нас пригласите, и мы зайдем. Хорошо? Спасибо. Вон, подождем, подождем. Вон, подождем, кто пришла. Масочки с расстановителями. Все, нам можно уже проходить, да? Сейчас Виталий Ильич позовет. А, я вас понял. Нам журного приема принесут. Можно? Ну, всем заходить нельзя, только одному. Как это одному? Ну, потому что одному. Так вот здесь все. Если вы по одному... Может быть, давайте, знаете, давайте сделаем следующим. Давайте сделаем следующим образом. Если у вас, может быть, у вас тут помещение вроде позволяет, вы, может, к нам выйдете тогда. Просто, ну, все хотят сказать. Есть что сказать. Ну, давайте сейчас... Можно проходить сюда. По какому вопросу вы скажете? Колхоз «Правда» известен вам? Да. Объедков известен? Конечно. Вот по нему у нас вопросы. Проходите. Проходите. Что основное заявление? Заявление с собой. Проходите, проходите сюда. Присаживай. У нас колебки. Нет одного. Присаживай. Так, заходи, заходи. Там коллективное заявление. Ну, я же вас не могу в коридорах принимать. Понял, понял. Заходите, заходите. Что вы там стоите? Не стесняйтесь. Паспорт. Все. Все. Ну, к сожалению, все не смогли. Сколько смогло, сколько пришло. А вы что? Общественники. Вадим Серов. Я принимаю заявители. Отлично. К нам обратились. Мы к вам на прием не пришли. Мы фиксируем непосредственно все происходящее. То, что здесь происходит. Сейчас мы вам поведаем историю. Значит, ну, вы, наверное, так и так все знаете. Правильно я понимаю? Про Объедкова. Ну, я знаю. Ну, БЭП усмотрел, БЭП усмотрел признаки преступления по 201-й. А у нас почему-то прокуратура, Следственный комитет. Следственный комитет дал ответ, что состава преступления нет никакого. Прокуратура у нас, в том числе, надзорный орган. Верно? Сейчас давайте ознакомимся с обращением. Что, все паспорта, что ли, нужны для одного кого-нибудь? Кто первый указан на заявление? Немножко-то неправильно. Расплыши, скутничек. Ну, я сам, послуха, послуха. По информации по нашей, Объедков сказал людям, что прокуратура у него в кармане. Поэтому мы, раз прокуратура в кармане, пришли к вам сюда и поинтересоваться. Вы в кармане у него, у Объедкова, нет? Скажите, пожалуйста. Это мнение людей. Нет, нет, он сказал людям так. У нас исключительно рабочие отношения, когда есть какой-то вопрос. Ну, то есть он к вам обращается по каким-то вопросам? Нет, бывает мы с проверкой к нему обращаемся. А, я понял. Ну, вот, может быть, нужно как раз вот таки к нему с проверкой прийти, посмотреть, что у него там. Факты уже изложены ранее. Подождите. Давайте я сейчас... Присаживайтесь. Присаживайтесь. Присаживайтесь, вот на случай. Так, вы у нас призовы Надежды Ивановны, да? Да, потому что вы узналы. Слушаю вас. Ну, вот неоднократно мы обращались по поводу нашего поиска, по поводу руководителя Шульфа Ивановича. Кому мы обращались? Писали вам сюда, в руководство. Давно это было? Да уже вот два года, как у нас война идет с ним. Ну, в девятнадцатом году писали. Проводили какую-то там проверку, ничего. Он учредил ООО. Какой? Он генеральный директор, и он учредитель. Потом он... Аналогично с деятельностью вот эта вот схожая правда занимается. Вы учредитель организации. Писали жалобы вам. Делали проверки. Все неуправильно. Потом в итоге он вышел из генерального директоров и вышел из учредителя. ООО, так и не закрыл. Хотя он писал там, что 19 июля 2019 года подал документы на закрытие ОООО. ОООО, так и стоит. Теперь он скупает все по имуществу. Ну, а в чем незаконность действия? У нас каждый гражданин может создавать... У нас по уставу не положено. Не положено, чтобы он был учредителем другой конкурирующей организации. И без собрания он не имел права даже зарегистрировать его по нашим адресам. У нас все решает собрать. Устав не видел. Я сейчас так сходу вам не готов дать какое-то заключение. Ваши жалобы. Может он это сделать, не может. Жалоб приступает очень много. Поэтому я не помню, может быть, были какие-то обращения. Были неоднократные. Принято. Я вам сейчас не могу сказать. Были неоднократные обращения. И на все наши обращения, что... На все наши обращения выясняли, что у него все там, что у нас. У него все правильно. На самом деле вы можете истребовать материал проверки, который были. Конечно, мы истребуем. И там все вы полностью прочитаете. Более того, он подавал иск о том, что он защищает свою репутацию. Где он проиграл. И где тоже установлены определенные обстоятельства. По этим делам мы в суде не участвуем. И запросить даже... А если вам предоставят решение суда, где как раз таки это будет одно из доказательств определенных обстоятельств, которых свидетельствует в заявлении. Вы могли ее в жалобе приложить. Да, конечно. Ну, вы же можете принять данную копию решения суда и позже, правильно? Принять, как принять, где принять? Ну, приобщить к жалобе. А если вы позже потом принесете, то приобщим. Обязательно предоставят. Жена у нее фермерское хозяйство. Земля ее обрабатывалась на протяжении нескольких лет. Да не нескольких, а больше 10 лет. Она обрабатывалась в ПСК «Правда». Ну, я понял. В прокуратуре вопрос только проверить законы принятых решений. Да, все верно. Я просто сейчас не могу ответить. У меня могут и сотрудники проверять направление. Я помню, были материалы, но что конкретно, какое решение принято по ним. Я сейчас вам не готов ответить. Я понимаю, почему вы не готовы. Вы же не готовились к тому, что он принято. Поэтому, что от нас? Мы хотели бы, чтобы вы все-таки тщательно проверили. Если даже БЭП усмотрел ранее по 201 признаки преступления, то, я думаю, блин, ну, должны усмотреть здесь и все остальные ведомства. Давайте мы поднимем эти материалы, чтобы уже были предметные поговорки. Согласен. Их изучим и уже дадим вам оценку. Вы телефон свой здесь оставили? Контакт на телефон укажите тогда, ручкой. Напишите здесь свой адрес, место жительства. И вот еще вопрос. У нас сейчас 15-го, мы точно даже не знаем, собрание, общее собрание... Возьмите ручку. Должно пройти по уставу, по закону. У нас собрание должно проводиться, общее собрание колхозное. Не ранее двух месяцев, по стечению финансового года. Он ее проводит сейчас в феврале. Для какой цели он вот так ее все... То он в здании контор ее будет проводить, то он ее потом в столовую хотел проводить. Теперь никому, не всем разослали эти священия, что собрание будет. Где точно мы не знаем. Он вот так вот все делает, сейчас для какой цели... И сейчас еще, вдобавок ко всему, люди идут, он предлагает пишить заявление, будем скупать имущество на паи. И люди идут, все пишут заявление, чтобы он скупил все имущество на паи. Он имеет право такое вот? Но, вы знаете, мы не можем вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность в любой организации. Но не по закону это делает. То есть, какие действия делают, это может только дать оценку на предмет наличия признаков преступления сотрудники правоохранительных органов, в которых относятся полиция, либо суд. Я сейчас вам прокомментирую. Но прокуратура и надзорные органы, а не этой деятельностью. И надзорные органы, мы не можем вмешиваться именно в финансово-хозяйственную деятельность. И в МВД, и в Советский комитет. В Советственный комитет, да? Правильно ли они провели собрание, либо неправильно они провели собрание. То есть, это не наши компетенции. Мы не вникаем в хозяйственную деятельность. Если есть нарушения, а не допускать каких-то трудовых прав работников, иных там социальных прав, да, конечно, мы проверим. Ответ будет даваться заявителю, который в списке указан первый. Давайте сейчас мы еще раз проверим, чтобы все неточность устранить. После неоднократных заявлений Жанна, по 1926-19, 1927-19, 1931-28, на 20-20, прокуратуре, в основном просили крести проезд по факту, но так, чтобы продемонстрироваться. Постановление, как раз я был взятого, в следующем году. Все, мы запросим все материалы, мы их изучим, потом с вами кто-то из исполнителей свяжется, если будут какие-то неточности, мы вам сообщим. Если у вас есть какие-то документы дополнительные, вы можете в ходе рассмотрения обращения представить нам лично, либо прислать на электронную почту или на такую почту. А вы могли бы написать электронную почту, чтобы вам по электронке бы направили? Так было бы быстрее, специалист скажет. Хорошо, хорошо. Я же скажу, она напишет прокуратура-терновка, собака. Да, это лучше напишет, чтобы ошибки никакой не было, мы сейчас спросим. Да, простые места, пожалуйста, пишите корреспонденцию, у нас вся почта регистрируется, мы все проверим. Там просто нужно в письме указать по ранее написанной жалобе, такого числа, я так понимаю, да? Да, в дополнение к ранее направленной жалобе, вот такой вот направляю вам копию документов, спечатаем, приобщем к материалам проверки, и дадим уже решение, уже с учетом поступивших документов. Хорошо, спасибо. Надо было раньше обратиться, если вы считаете, с 19-го года это все идет. Мы обращались не раз. Я вас первый раз вижу. Нас принимал другой человек там. Ну, у меня по понедельникам принимал день, он был ко мне обратиться. Теперь у нас нас принимал на Инкинг, по-моему, фамилию. Ну, уже не работает. Давно уже? У меня уже из того коллектива, уже два раза менял с коллектива. Ну, очень надеемся на вашу порядочность, так скажем, и законность. Ну, у меня машин есть у нас, а как просчитать это все? Изучим, посмотрим, дадим ответ. Есть у нас еще какие-то вопросы? Все? Да, вот по поводу металлова. Металлова есть. Без собраний, без ничего, сам взвешивает, сам продает. Ну, а здесь правоохранительным, здесь нужно будет полицию писать. То, что мы говорили, это полицию однозначно писать надо. Да, прокуратура, надзорный орган, они уже будут проверки осуществлять. Мы проверим, как работал, позиция, накажем вино. Ну, точнее, мы даже не можем наказывать. Мы можем только внести, требовать и устранять нарушения, внести представление, либо какое-то требование. Если мы увидим, что, да, действительно нарушения были, мы прореагируем соответствующим образом. Все, спасибо. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Мой прокурор, молодец. Сначала места выначил, но закончил правильно. Да, молодец. Сейчас я лаборатору, английские маленькие, терновка, яндекс.ру. У нас, да, яндекс. Если что, можете посмотреть, там все равно выходит на сайт. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова